так друзья настенька ну-ка расскажи куда мы приехали что за красота такая город печоры да сейчас направо пойдем псково-печорский монастырь настенька еще не знает пойдем тебе покажем так машину закрыл нет все выдвигаемся местные типа гостиный двор гостиный двор здесь какая-то бывшая на башню водонапорная что ли кафе черная кошка местная торговля сувенирами как солнечную погоду все красиво даже дорога такая булыжником покрыта так а здесь основатель наверное вот этого печорского монастыря преподоба мученик корнилий игумен псково-печорский 1501 1570 год так друзья но мы идем мы не пойдем на экскурсию так сами нам без экскурсии пройдем но это долго пойдем тогда на вход платочки данные они у нас есть свои спасибо немножко заплутали мы со входом вход туда красиво здесь все это смотрится смотрите провинать смотри какой спуск ты же такой как в низине да все это расположено так давай почитаем что там за карета это как-то и не очень видно она за стеклом отсвечиваю коляски императрица анна ивановна 1732 год не очень хорошо за стеклом видно так друзья насколько помню там под павильоном колодец какой-то с водой вроде был или не там а где-то вода то было помнишь да вода где где-то вон в том павильоне было савинность как красиво да вот тут колодец это да ну по-моему качать до качали тут его набирать в воду ножичками бутылки для воды можно приобрести часовни святой колодец первые сведения там колодца появились описание монастыря начале 17 веков в котором сообщалось что у обители издавна существует колодец обустроена покрытый вид часовни ну вот друзья вот это и есть основная как сказать площади площадь вот вокруг такая красота так а вот вход в пещеры написано которые вот звонница то видимо ремонт часы кстати четыре часа дня показывают а вышли мы с этой стороны обошли вот с этой стороны снаружи она как будто как и крепость еще монастырь весь в низине там расположены такими гора среди гор вот такой вот стеной по периметру весь огорожен с бойницами прямо здесь монастырский буфет мы тут по-моему даже как-то здесь покупали хлеб с тобой или не здесь прикольная да свои башнями с такими я после печор решили по пути 15 километров 15 километров от печор заехать в узборск посмотрите а вона кстати кусок крепости виден уже сейчас мы вокруг обойдем с забором столько здесь машин вокруг нигде не пропарковаться все вдоль забора ставим так что сейчас зайдем в узборск посмотрим как с американского фильма няньке сфотографирую вани а вот и знаменитый местный камень кладка смотри какие-то бутылки телеги какие-то что-то пылесосы старые здесь смотри какой-то погос что это же был до кресты здесь целая уже улица туристическая главные точки на карте изборска никольский собор . сергия радонежского яблоко суре яблоко-то увешено даже смотри яблоко-то мелких сколько а груши да груш груша я чай не говорю вообще обвешено компот из груши дички вот друзья посмотрите забор и сарай да кладка из такого камня здесь все из такого камня крепость строили и дома и забора так друзья ну вот крепость крепость сейчас на вход чё там наташа сувениры толщина до стены метр четыре наверно про великое отечество там на башню вход наверно наверх ой там что-то вниз и не видно глубоко что ли нет они но так метр метр пять наверно но с темноте глаза привыкнут бойницы бойницы это вход на башню потом поднимемся тайный ход к воде написано что там увидел вот такого тут помню ходили не видели сюда можно вообще спускаться ничего и не видно даже телефон посвятить потолки то низкие не знаю ну разве открыто сейчас замок закроют фига себе смотри там как глубоко вниз там с вами какая глубина вниз ничего себе тайный ход к воде но там даже и не видно еще тоже свет погоди где у меня фонарь 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 это не осыпается тебя себе ну-ка дай-ка посмотрим наверх потом даже свету белого не видно почти ты не светишь что-то потолок все ниже и ниже я уже только на корточках а здесь камни смотри какие высыпающие это вам не стоит а может сюда и нельзя ходить она все здесь дверь какая-то внизу а то сейчас резко в реку проваливаешься подземную да ну вот тайный ход к воде ну тут что-то было это дальше зарыто ничего себе и скелет какой-то нарисован царит скелетик тут даже холодно как-то настенка ничего себе там ничего не видать но все поднимаемся наверх чего 7 метров наверно метров 50 коридор вниз самое главное головой то не удариться на глубину 16 метров до опускается написано под стены у нас друзья запахались никольская церковь написана везде вот с такими упорами стены до сделано на псковщине вот территория большая крепости можно сейчас наверх подняться посмотреть по стене пройти хух ну да камень скрип с такая вообще высоченная на нас колено какой-то стоит кухне душатся это так тайный вылаз служил защитником из борской крепости для тайного сообщения пскову составлял собой глубокую нишу в стене заложенную с наружную сторону каменной кладкой без связующего раствора здесь видишь как внизу вот сверху это можно посмотреть высоко здесь да камни блины надо же из каких этих сложным я все удивляюсь так решили спуститься говорят там внизу какое-то озеро ключи лебеди вроде как будьте осторожны из травы вами за вами наблюдают гадюки ну-ка посмотрим где чем друзья вот внизу крепости мы как вышли из крепости тропинка идет славянские ключи все с горы с горы с горы потом все в гору подниматься внизу озеро виднеется славянские ключи про них написано кто-то друзья и босиком по этим ключам по ледяной воде ходит в канистры люди набирают бутылки о ничего себе да здесь ключика немаленькие почти водопадики вот с такой слоистой горы здорово здорово да просто гора сочится из ниоткуда просто гора сочится для просто между пластов сколько воды выходит попить здесь могут быть скользко просто родниковая вода здорово друзья я не ждал я думал там какая-нибудь сочится маленькая маленький ручеек здесь он как красота какая водопады прямо здесь заметьте лебеди на озере все это втекает в озеро утки и лебеди плавают и прикольно да куда паду красиво вода сюда и сюда в родниковой водички купаются лебеди такие большие на всем месте покоятся воины битвы что ли в 1657 году и такой старинный крест стоит это под стенами прямо крепости так вот друзья мы вернулись уже стоит тропинки которая на роднике поднимаемся обратно в крепость сейчас поднимемся на стену пробежимся наверное уже к машине здесь утаж то где так на стену сколько ступенек то везде где лифты вот здесь ветрено ходить по парапету запрещено отсюда не так кажется высоко сейчас хочу озеро посмотреть видно или не видно а вот то озеро видно но мы спускались вот то друзья озеро где лебеди плавали ключи бьют чтобы хорошо видно высоко высоко так все спускаемся и отчаливаем время 5 часов почти а нам еще четыре с лишним часа дороги так что приедем уже затемно а у нас чаепитие доедаем пиццу печеньки а ты чё там что друзья подъезжаем с санкт-петербурга осталось 15 километров до кольцевой дороги до дома там еще по кольцу доведем настюшу она тут валяется смотрят телефон а мы тут телевидение включили смотрим в общем время около девяти наверно, да? в общем не подъезжаем в принципе наверно и все на этом уже больше сниматься не будем если у дома не забуду посмотрю я сколько мы километров все эти намотали и сколько при этом мы расходовали там топлива и так далее надо пока при этом посмотреть все спасибо что были с нами в этой поездке до скорых встреч пока пока а пока друзья так сказать по скрипту мы приехали мы только без десяти дней одиннадцать ну может чуть чуть пораньше искали место во дворе давайте посмотрим что у нас получилось 54 литра машина сожгла средний расход 7,1 литра получился так 7,1 литра средняя скорость 69 все друзья прощаемся до новых встреч пока пока а